Показательное увольнение Акима Шымкента Введение Габидулы Абдрахимова подрывающим доверие к власти, и это в то время, как доверие и выстраивание диалога между народом и властью президент называет главной задачей. Получается, что коррупция чиновников не подрывает доверие к власти, провальные проекты, поглощающие миллиарды народных денег, не подрывают доверие к власти, а вот такие выступления, ну, может быть, не очень обдуманные, подрывают доверие к власти. По моему мнению, незадачливый Аким и хотел всего-то, наверное, как-то новым способом попытаться выстроить этот диалог. Пытался учить народ, как жить, как работать, как отдыхать, как воспитывать жен, как будто жены, дети неразумные. Ваше мнение по этому поводу? Я знаю, что сейчас большая критика идет Акима Шумкента, но я хочу немножко защитить его, наверное, встать на его сторону, несмотря на то, что я полностью не согласна с его высказанными в отношении женщин, когда он заявил, что мужчины должны воспитывать, что он обижен на мужчин, что они не воспитывают свою жену. Ну, кардинально у меня другая точка зрения, и, конечно же, я абсолютно была не согласна с его позицией, что события в Арысе были посланы Богом. То есть вот эти вот две вещи, которые я с ним абсолютно не согласна. Но, видимо, он ориентировался на тот народ, с которым он общался, и, видимо, ему, с его точки зрения, казалось, что именно так нужно успокаивать людей в тот момент. Но не мог же он сказать, что виновные сидят в Министерстве обороны? Да, это, безусловно, халатных государственных органов, которые несут ответственность за это все. Но здесь, в данном случае, я хочу отметить плюс в его сторону, что он попытался действительно, возможно, не совсем эффективная была у него стратегия, но быть более открытым. Тем более, такой призы со стороны государства звучало, что Акимам нужно более быть доступными, более открытыми с населением, и он попытался это сделать. Но, видимо, скажем так, в Акурде или в нашей столице руководство посчитало по-другому, тем более, что господин Кущербаев сам выстраивает отношения с обществом совершенно на других принципах, с точки зрения силы, давления, и эти две стратегии не противоречат друг другу. Поэтому, конечно, для господина Кущербаева стратегия Акима Шемкента, молодого Акима, видимо, показалась... Конечно, это две совершенно разные культуры у этих двух чиновников наших. Но, несмотря на это, это был новый прецедент, но в то же время реакция Астаны показывает о том, что выходить за правила игры, которые четко обозначены, не выходить в народ и получать от них поддержку, не создавать свой авторитет, свой электорат – это запрещено. Ты можешь общаться, но выходить, как, например, это было в Алма-Ате. Мы видели Акимы районы, выходили и общались с обществом с высоты, достаточно высокомерно, оказывая давление, что вот вы такие-таки-то, вот так сделайте. Очень жестко. Тогда, как, например, Аким Шемкента показывал немножко другую стратегию. Возможно, не всегда у него были интерпретации его действий не совсем, скажем так, эффективными, но в целом его политика, его стратегия, выход в народ и новая совершенно модель поведения для чиновника, она, мне кажется, очень интересная, и она действительно могла бы внести изменения в правила игры. Тем более, что сейчас Аким Шемкента, несмотря на критику, все равно имеет определенный образ общества. Люди уже знают его, и есть положительные стороны, которые тоже мы должны отмечать. То есть какие-то отдельные поступки нельзя обесценивать весь его труд. Безусловно, он очень много делал, есть плюсы и минусы. Возможно, современно сейчас минусов оказалось с точки зрения Астаны очень много, хотя я не думаю, что его поступок должен был быть, скажем так, жестко преподнесен как недоверие, что он выстраивает, наоборот, недоверие сообщества. Получается, что его высказывание как бы перечеркнуло все его предыдущие действия, а сделал он немало, насколько мы знаем из средств массовой информации, особенно в трагедии в Арысе. И в Арысе, да. Он, безусловно, сыграл свою роль для снижения протестности. Мне кажется, очень уместно сейчас вспомнить факт создания Департамента добропорядочности, агентства по противодействию коррупции. Сначала казалось это шуткой, но оказалось все-таки правдой. Процитирую, на Департамент добропорядочности возложены обязанности по изменению сознания людей путем привития неприятия коррупции, культивирования честности, этичности и неподкупности. Здесь невольно вспоминается модернизация сознания. Это, наверное, следующий этап. Но тогда нужно законодательно, получается, вводить характеристику добропорядочного гражданина. Какой он? Ну, понятно, что взяток он не берет, на митинги тоже не ходит, работает в Казахстане, чтобы кто-то мог отдыхать в Лондоне. Наверное, так. Ну, для меня лично, как для политолога, я, конечно, все оцениваю с точки зрения политических критериев. Для меня это очередной контроль государства над людьми. Вплоть до того, что они пытаются контролировать нас, как мы должны вести себя, наше поведение. Они пытаются зарегулировать все. Тотальный контроль. То есть даже не то, что хорошо, как мы платим налоги. Есть определенные нормы, которые, да, есть характер взаимоотношений между гражданином и государством. Но вот такие вот, скажем так, административные органы, для меня это просто тотальный контроль. Это идет из культуры советской, да, талитарной культуры, которая тоже контролировалась все и вся. Да, и каких только у нас тоже управлений не было в советской системе для того, чтобы зарегулировать, просто держать человека под контролем и ни в коем случае он не должен отклониться вправо и влево. Хотя, возможно, на самом деле нужно начать, наверное, с самой элиты. Мне кажется, больше всего в коррупции завязаны на непростые люди. А именно наши государственные чиновники, если они начали бы себя приводить, себя в порядок, да, в порядочность развивать и контролировать себя, то, возможно, к этому можно было бы отнестись. Но на самом деле это, конечно, вызывает смех с одной стороны. Но с другой стороны для меня это тотальный контроль, это возвращение тоталитарных каких-то принципов. А как вы думаете, начнут ли верхи с себя? Это половина моего следующего вопроса. И вторая часть, вообще-то дело такое абстрактное, ведь можно в добропорядочность граждан Казахстана вливать немалые деньги. И где показатели, где ориентиры, что работа проведена и есть результат? Да, тем более учитывая, что у нас очень относительно все, да, и понятие добропорядочности относительно. У нас даже закон имеет относительный характер, потому что в одних случаях закон применяется в одном и том же случае, да, то есть вроде, например, произошел факт преступления, в одном случае очень мягкое у нас, в другом совершенно другое, то есть законы даже у нас относительно интерпретируются, поэтому понятие такой добропорядочности, оно тоже относительно. И я очень сомневаюсь, что это будет применено чиновникам, да, то есть я думаю, что понятие добропорядочности по отношению к народу – это один формат будет. критериев, стандартов оценивания наказаний. Для государственных чиновников это тоже будет в зависимости от клановых каких-то элитных раскладов, да, то есть какой расклад там внутри элиты сегодня. Если это достаточно доминирующая сильная группировка, то к его представителям, наверное, эта добропорядочность будет относиться очень, так, пространные отношения, да, тогда как те группы, которые оказались на периферии, возможно, это будет очень жестко наказываться. Если вообще говорить о соответствии наказания преступлению, мне хотелось привести бы здесь один пример. Лидер общественного объединения жертвых дыры Кайрлы Омар был помещен под стражу 5 июля 2018 года. Больше года назад. С тех пор он не был освобожден. Суд неоднократно продлевал срок его ареста. И вот за что. Обвинения активисту Омару, возглавлявшему кооператив собственников квартиры, предъявлены по уголовному делу о нецелевом использовании денежных средств и нанесении ущерба, внимание, во размере 4 тысяч тенге. Как вы можете прокомментировать это? Да, возможно. Очень сложно комментировать такие кейсы, на самом деле, когда никаких правил, никаких принципов не существует в стране. Самое главное, это не угодно определенной нашей элитной группе. Вот важный момент здесь. Перед арестом Омар заявлял, что его пытаются наказать за общественную деятельность и за то, что он поднимал вопросы о продаже земли иностранным инвесторам. Да, ну у нас, видите, по риторике нашей политической элиты, у нас политзаключенных нет в стране. Все они наказаны, все те, которых мы интерпретируем как политические заключенные, они все сидят по коррупционным каким-то схемам, по террористической организации, что они ввели какую-то деятельность и так далее. То есть политическое инакомыслие или критики в отношении государства такой нормы нету. И, естественно, это бьет по имиджу страны. Поэтому у нас политзаключенных нет. Но мне кажется, здесь ситуация заключается еще в том, что его продолжать. То есть нет четких оснований, видимо, для того, чтобы держать его и дать, как бы объявить приговор. Нет доказательств. Но в то же время они его держат, потому что он не признает вину. Мне кажется, самое главное в нашей правовой судебной системе, особенно касательно политических заключенных, это признание вины самим человеком. Как только этот факт заключается, человек признает вину, государство его отпускает, потому что претензий со стороны международных организаций о том, что они нарушили права человека, нет, потому что человек признал свою вину. И пока этого признания нет, судебное дело будет продолжаться. А так как 4 тысячи тенге, понятное дело, что это доказать еще даже надо, раз они так и выудили его, значит, других доказательств у них нет. Обвиняемый вину свою не признал. Конечно, как он признает. Если действительно у него нет, если даже судебные органы не могут доказать его вину, понятное дело, что это политически заключенный. Что касается судебных решений, то за июль у нас накопилась целая подборка. Конечно же, на первом месте суд в очередной раз отказал Мухтару Джакишеву в досрочном освобождении. В местах лишения свободы экс-глава КАЗ Атомпрома находится уже 10 лет из общего срока в 14 лет. Талгату Аяну, активисту земельных митингов, отменили ограничение свободы, оставив в силе запрет на общественную деятельность. Макс Бакаев, мы знаем, еще находится в колонии. И сюда же я бы хотела отнести вот такую новость. Земельный вопрос вынесут на рассмотрение над Совета общественного доверия. Мы помним, что Бакаев и Аян активисты по земельным митингам. По вашему мнению, как все эти пазлы влияют на общую картину внутренней политики в Казахстане? Курс куда? Куда мы движемся? Ну, вы знаете, когда политика и тюрьма, да, и тюремное наказание идут вместе, безусловно, это характеристики авторитарного и тоталитарного режима, к сожалению. Как бы мне не хотелось об этом говорить, я знаю, что у нас политическая элита очень сильно обижается, когда мы так характеризуем наш политический режим, но это факт, да. Факт то, что слишком много наказания и тюрьма является сопровождением политической деятельности. Поэтому, безусловно, это очень яркие критерии того, что мы идем, двигаемся совершенно не в том направлении, не в демократическом, не с точки зрения развития страны, да, а наоборот, еще большего заключения. В отношении этих людей, я думаю, что и Макс Бакаев, и господин Джакишев, конечно, не признают свою вину. Они не играют по правилам элиты, они не признали, да, то есть не попросили прощения, и не признали свою вину, и, соответственно, они будут продолжать сидеть. Потому что в противоположном случае, да, сейчас получается, когда вина не доказана, получается, что государство совершает преступление над человеком в данном случае. Поэтому государству нужны четкое признание этих людей, что они действительно сидят там за террористическую деятельность или там за коррупционную деятельность. Пока признания вины нету, это вот на самом деле это очень большой вопрос перед государством. Потому что это действительно преступление, которое совершает государство над человеком, над теми людьми, которые имеют другую точку зрения, которые не согласны с позицией власти. Хотя с господином Джакишевым, наверное, очень сложно даже сказать, что это политический, у него политическая другая точка зрения. Это всегда был представитель элиты нынешней действующей, да, конечно, он работал не в политической сфере, но никогда и не противостоял этой системе. Мы знаем основную причину, которая называется в обществе, и пока эта причина будет существовать, господин Джакишев, я думаю, будет сидеть в тюрьме. То есть Джакишев в тюрьме намного выгоднее, чем Джакишев на свободе для нынешней элиты, потому что есть очень сильный, с точки зрения власти, у них оппонент, который находится в недосягаемости их правил. И, конечно, этот залог будет сидеть. Либо Джакишеву нужно признать вину, попросить прощения, и таким образом, как бы, вот эта ответственность государства с него спускается, что они просто так посадили человека, да, человек признал свою вину. То есть вот это вот понятие разграничения, где преступление совершается человеком в отношении общества, и где совершает преступление государство над человеком. То есть вот эти две вещи здесь, вот в этих двух случаях, мне кажется, как над Максом Бакаевым и над господином Джакишевым, мне кажется, не разграничены. У меня складывается впечатление, что именно государство совершает преступление над человеком. Можно ли отнести в эту же категорию дело Сергея Белаша? Здесь все-таки уже интересы не одного государства затронуты. Здесь, конечно, международные интересы, и мы видим, что здесь особую роль сыграли национал-патриоты, которые, скажем, дали повод для того, чтобы этого человека арестовали. Но мне кажется, что это очень важный момент. Если политическая элита хочет, чтобы мы, политологи, анализировали и говорили, оценивали, что мы двигаемся в сторону демократии, то, конечно, аресты подобного рода за политическую, за общественную деятельность должны быть прекращены. И несмотря на давление со стороны, на мой взгляд, других государств, государство, казахстанское государство должно прежде всего стоять на защите интересов наших граждан. И несмотря на давление Китая, мне кажется, государство должно отстаивать интересы своих граждан. И в данном случае для меня, конечно, очень большой вопрос в отношении национал-патриотов, которые мы видим сейчас, государство, политическая элита выстраивает с ними такой доверительный диалог. Видимо, приоритеты политическая власть очень хорошо расставила. Для них наиболее выгодный союзник сегодня это национал-патриот. И мы видим, что они сидят сейчас в Совете, и очень активно они используются. Видимо, приоритеты расставлены. Кто с кем будет дружить. И потому что это очень удобный канал, мне кажется, через лидеров национал-патриотического блока успокоить прежде всего казахское население, которое сейчас тоже очень сильно бурлит. И одним из причин протеста является ущемленность казахов в сельской местности и так далее. И через национал-патриотический, мне кажется, союз такой с национал-патриотическими силами, который мы в последнее время очень активно наблюдаем, я думаю, что попытка идет именно снизить протестность вот этого направления. Создание Национального совета общественного доверия. Не есть ли эта попытка создать только видимость диалога между властью и народом? Ведь на самом деле Совет был создан по инициативе власти. И во главе Совета стоит президент страны. О каком Совете? Вопросы, естественно, которые будут подниматься на заседаниях Совета, тоже обозначают власть. О каком диалоге идет речь? Это скорее монолог. Здесь даже, я думаю, вряд ли можно назвать, что это попытка выстроить диалог с обществом. Это попытка выстроить диалог с экспертным сообществом, очень лояльным к власти. Потому что в этом Национальном совете нет экспертов, которые говорят о других, занимают другую позицию. Экспертное сообщество сегодня является одним из... Это вообще не только должно быть в Казахстане, это вообще в демократическом мире. Есть очень множество акторов, которые участвуют в развитии страны. И их всех называют партнеры по развитию. То есть не только политическая элита и власть решают и должны решать, какая программа должна быть в Казахстане, или как мы должны развиваться, что сегодня должно быть важно. Это лишь позиция элиты. Но есть очень много других акторов. И в частности, это, например, экспертное сообщество, тоже считается одним из влиятельных акторов, который партнером по развитию. И в данном случае мы видим, что власть пытается выстроить диалог или отношение не с обществом, а пытается выстроить диалог с этим актором, который очень лояльный и очень эксклюзивно подошел к этому подбору. Но меня удивляет сама позиция экспертного сообщества, которая согласилась на роль подчиненного. Не на роль равноправного актора в этих переговорах, а согласилась на роль, где ей четко указали, что она будет делать, о чем будем обсуждать. То есть повестка дня спущена, избирательный подход к выбору участников. И если это экспертное сообщество, если это интеллектуальная часть нашей элиты, если она соглашается на такие условия, то меня, конечно, не будем говорить о других акторах, о бизнесе, о гражданском обществе. Это тоже равноправные партнеры по развитию страны. И государство, к сожалению, их исключило. И сейчас пытаются выстроить отношения к экспертным сообществам. И то вертикально. То есть даже экспертное сообщество позволяет себя так, себя с собой манипулировать. Знаете, немножко я отступлюсь, немножко философский такой подход есть. Есть такой анализ, как пришел Гитлер. Как фашизм смог стать такой доминирующей силой вроде бы в такой интеллектуальной Европе. И одной из причин является именно поддержка интеллектуалов того периода фашистов. Именно люди, которые понимали, что происходит, люди понимали, к чему ведет эта идеология, они все-таки согласились на поддержку их, на, скажем так, договориться с ними. И в итоге произошло то, что произошло в Европе. И поэтому, когда послевоенное время, когда стал анализ, почему это произошло, основная ответственность, одна из ответственностей была возложена интеллектуальная элита, которая позволила фашистам прийти к власти. Поэтому сегодня я хочу сказать, что интеллектуальная элита не должна идти на поводу у политической элиты, потому что политическая элита – это лишь один из акторов, экспертное сообщество – это другой полноправный партнер, и они должны заставлять, скажем так, в данном случае, потому что по-другому нельзя уважать себя. Соответственно, нужны правила уважения к себе. И пока они будут соглашаться так, конечно, государство никогда не будет реформить. И хотя господин Тукаев заявил о том, что будут реформы, мы готовы к диалогу с обществом, но мы видим состав экспертного совета, и мы видим, что там нет, и либеральной части, я называю так, те, которые требовали реформ, их даже не включили сюда. То есть в основном включили тех, кто согласен. Это лояльные эксперты и национал-патриотический блок, видимо, с которым, как я уже сказала, власть выстраивает доверительную стратегию, подкупая их определенными, возможно, льготами или давая им такую возможность как бы оказывать на них влияние. То есть сейчас, получается, национал-патриоты будут чувствовать себя влиятельной силой, потому что они якобы влияют на власть. На самом деле это просто игра со стороны власти, которая, безусловно, не собирается учитывать интересы национал-патриотического блока, а, на мой взгляд, просто использует их в данном ключе. Еще один вектор внутренней политики из последних выступлений президента Такаева. Считаю, что, наконец, пора криминализировать действия государственных органов и их представителей, направленных на подрыв бизнеса. Если бы последних слов на подрыв бизнеса не было в этой цитате, фраза была бы более понятной, потому что чиновникам есть что предъявить. Это и провальные проекты из того, что мы сегодня уже с вами обсуждали, это и коррупция, громкие случаи коррупционных правонарушений и многое другое. Но почему-то здесь сделан акцент только на бизнесе. Почему, по вашему мнению, президент говорит только о необходимости поддерживать национальную буржуазию, а весь народ Казахстана? Да, это идет точная такая работа. То есть в политической сфере они выбрали себе определенный круг экспертов, с которыми они будут выстраивать, как я это шучу, доверительную коммуникацию. И есть тоже определенный актор, очень важный актор, к сожалению, тоже задавленный в нашей стране. Это бизнес элита. Бизнес-группа – это тоже самостоятельно полноправный партнер также по развитию страны. И они не должны также подчиняться власти, они должны иметь свободу действий. И сегодня, я думаю, что вот такими риториками, конечно, они пытаются подкупить или тоже создать некую платформу или такой мостик создать, для того, чтобы показать власти, что мы о вас заботимся. Хотя, конечно, эта тема поднимается не первый раз. Это еще и при президенте Назарбаеве, это был Назарбаев, это риторика. Он часто об этом, конечно, вот это слово «криминализация», возможно, Назарбаев не применял. Но то, что применил это господин Тукаев, говорит о том, что это признается, что у нас политическая элита, она криминальная. То есть она использует очень часто криминальные методы. И это официальное признание вот этого. Но в то же время, я думаю, что идет попытка, опять же, подкупить теперь бизнес-элиту, потому что у нас есть определенные бизнесмены, которые имеют свою гражданскую позицию, она активно озвучивается. И, естественно, это является неким образцом, таким заразительным примером, который впоследствии может привести к тому, что очень много бизнесменов, которые могут занять такую же позицию. И это очень головная боль в будущем для политической элиты. И так у нее много уже получается. То есть получается очень много претендентов на ее власть, с которыми она должна разделить его. То есть сейчас экспертное сообщество, которое хочет определенную себе власть взять, есть гражданский сектор, есть молодое поколение, которое также заявляет о своих правах, на свои права, на эту власть. И получается еще бизнес-элита сейчас пытается заявить о своих политических интересах. Конечно, и у власти голова болит, как же вот эту власть сохранить себе, не разделив их со всеми теми, кто претендует на эту власть. Соответственно, лучше подкупить, лучше поругать, признать какие-то свои ошибки, но не допустить разделения власти. Вот тот же национальный совет, вот этот диалог, если бы это был равноправный диалог власти и общества, получается, власти нужно было отдать часть своих полномочий властных на принятие решений. То есть, получается, не власть только будет принимать решения, а есть еще народ, общество, которое также будет принимать решения, и ее решение тоже имеет силу. Это разделение власти. Власть этого не хочет. Власти удобно создать вот такой совет сверху вниз, и такое же дать, такие подкупные мероприятия, проводить в отношении другого актора, очень серьезного актора, это бизнес. Конечно, у нас, кстати, все акторы, партнеры по развитию, которые на международном языке я их называю, они должны стать равноправными. К сожалению, в нашей стране они очень сильно задавлены, и у них нет собственной силы, у них есть интересы, у них есть позиции, я уверена, и у элиты есть, и у гражданского сектора, у молодежи есть своя позиция, у экспертного сообщества тоже есть своя позиция, но они все задавлены, все задавлены. Я, например, уважаю мнение экспертов, которые поддерживают политику президента Тукаева или нынешнего режима. Это их мнение, и я их уважаю. Но соглашаться вот на такие условия, при которых тебя ставят просто перед фактом, ты будешь делать то-то-то, мне кажется, вот этот фактор мне не нравится, что они позволяют собой манипулировать. И в данном случае идет попытка также задавления бизнеса. Якобы говоря, вроде бы, красивые слова, казалось бы, да, на самом деле это лишь манипуляция, это манипулирование, это политическая игра направлена на то, чтобы никак не отдать свою власть другим равноправным партнерам. Но получается так, что народ и в этой ситуации оказывается несколько отстранен от власти. Полностью отстранен. Он исключен просто. у нас инклюзивная форма политических правил, ой, эксклюзивная. Инклюзивные-то включены, когда все люди, все социальные группы, у нас их много, они все должны быть включены, инклюзивные, то есть институты политические должны быть инклюзивными, включать всех, интересы каждого, кто в нашей стороне есть. У нас же эксклюзивная политическая система, эксклюзивные политические институты, правила, когда только избранные, которые хочет видеть власть, они включаются, остальные исключаются из этой системы, особенно процесса принятия решений. По вашему мнению, вот такая политика сможет ли остановить протестное движение, которое уже четко дало о себе знать? Нет, оно не освободит, оно не остановит, абсолютно нет. Потому что, понимаете, вот эти решения, которые сейчас применяют, используют или пытаются использовать власть, она, вы знаете, она поверхностная, она не системная. Вот понимаете, то же самое, что, например, у вас носок порвался, и вы пытаетесь его заштопать. Вместо того, чтобы подумать, может быть, более качественный материал сделать, изменить, скажем, технологию, чтобы товар производился более серьезно, изменить качество. Вместо этого идет попытка зашить это все, залатать. Вот это вижу я. Не попытка изменить систему, изменить ее так, чтобы не было протестности, чтобы люди были довольны своей жизнью, чтобы произошло развитие. Вместо этого заштопать, скрыть, договориться, подкупить их. Вот такой подход идет со стороны власти. Это лишь временное решение. Это, да, сейчас это отпускной сезон, люди отдыхают, и нет таких каких-то проблем, и тем более есть сезонные работы, где люди могут работать. Но начнется зима, когда многие работы опять останавливаются, и люди опять начнут приходить в свою жизнь, сталкиваться с этим, так называемым, комфортом, лучшей жизнью, которую нам создает власть. И эта протестность, она вновь появится, потому что она никуда не ушла, она не решилась. Она просто отошла в сторону. Протестность, она не изменится, она будет вспыхивать, любой повод, и она будет вновь вспыхивать. Спасибо вам за интервью. Спасибо.